Когда найдем лодку, можем отправиться на поиски этого резца или еще немного осмотреться тут. Ну, ты, конечно, сам решай. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Нам туда, к статуям грибцов, а потом между ними. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А может, закончим историю? Сурт и его огненный меч, которому суждено сжечь Асгард во время Рагнарёка. А потом из этого праха родится новый мир. Именно этого момента великан и ждет в уединении Муспитрейма, не смыкая глаз и натачивая свой огненный клинок. Храбрый и благородный Сурт, живущий в ожидании своей гибели. Он выбрал служение великому круговороту жизни, куда более важному, чем он сам. Если осознать свою цель и обрести терпение, можно не сомневаться, однажды твой день настанет. А мы будем там, когда этот день придет? Я уже насмотрелся на войны между богами. А ты, братишка, кто же знал? Вперёд! Звёздок! Хорошо! Кошмар! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Необычные врата. Кто их построил? Немир, а можешь рассказать о великанше с луком? Это была Скади, покровительница охоты. Ее отца звали Тьяци. Он умел принимать обличие любых животных и обучил Скади охоте на них. Из ребер животных она сделала себе вторую пару столб, чтобы скользить по снегу и нагонять любую добычу. В охоте ей не было равных даже среди богов. Сам Один хотел взять ее в жены, чтобы она подарила ему сильных сыновей. Но Скади его отвергла. Оскорбленный Один поклялся отомстить. Пошли слухи, будто Асам стал досаждать орел, похищающий драгоценные золотые яблоки Идун. Самые искусные лучники боги не могли его убить. Один знал, что Скади обязательно захочет доказать свое превосходство. И она начала охоту. Скади выследила орла там, куда могла добраться только она на своих лыжах, и пустила стрелу. Отправившись за добычей, вместо орла она нашла своего отца, несчастного Тьяци, убитого собственной дочерью. Ею овладели отчаяние и стыд. Ведь нет ничего более противного природе, чем убийство родителя. Скади покорилась судьбе. Одеяло вечной зимы накрыло ее вместе с отцом в прощальном объятии длиною в вечность. Печально. Да, боюсь, все истории про великанов плохо заканчиваются. Впереди врач! Печально. Печально. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Один хотел убить восьмирукого великана Старкада, но не в честном бою. Нет, вместо этого асы распустили во всех мирах слухи о Старкаде, будто он чудовище, которого стоит бояться. Говорили, будто он похитил королеву эльфов, и та покончила с собой, лишь бы великан ей не овладел. Вранье, конечно, но тебе еще рано об этом знать. В итоге это дело затронуло как Ванов, так и армии Мидгарда. Окружив Старкада, они осыпали его стрелами, пока тот не упал на колени. Он сдался, надеясь восстановить свое честное имя. Тор воспользовался моментом и оторвал Старкаду одну из рук, а потом еще одну, и еще, и так пока не успокоился. Потеряв шесть рук и слишком много крови, Старкад пал на поле боя. Я до сих пор об этом сожалею. Я знаю, что ничего не мог поделать, но надо было хотя бы попытаться. Сын, сюда. Слушаюсь. Карта сокровища, отлично. Карта сокровища, отлично. Карта сокровища, отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА